Добрый вечер! Добрый, Гнадий Тихонович! Ну давай! Привет, братья! Ребята стоят! Я так рад вас видеть! У нас все снимается, выставляется в интернет. Не против? Не против. Давай, говори, я сейчас тут еще ищу. Вот так. Давай. Чтобы яснее было, тут свет зажгу. Ой, Гнадий Тихонович, ну много чего произошло, конечно. Я тут на новое место переехал с мастерской. Много чего осознал за это все время, как мы с вами не разговаривали, не виделись. Я почувствовал разницу, что такое настоящая церковь и что такое церковь искусственная, которую мы создаем, люди. Вот я же и с протестантом, я теперь понимаю, что это такое. Раньше это было как-то все по наружку, то есть все было как-то легче намного. А сейчас я чувствую, что у меня какое-то крест свое появился. То есть я сейчас ощущаю то, что я уже как-то под властью Бога нахожусь, и какие-то бывают уныния. И я чувствую, как сатана тоже действует конкретно. То есть он сейчас уже не просто так, как раньше относился ко мне, он уже начинает жестко, уже как-то искушать. Ну, вы сами знаете. Жилой у меня сейчас отношение так себе, ну, как бы она понемножку доходит, но так трудно. Я прям иногда, иногда бывает, что я срываюсь с ней. Ну, то есть я ей объясняю вроде как, и факты привожу, и все привожу. Она это просто не принимает, в нерв не ходит, в сердце. Я начинаю вот так вот прям вот по-жёсткому с ней уже разговаривать. И отношения, конечно, так тоже меняются понемножку. И вроде как она и понимает, но я не знаю, что дальше будет, но посмотрим. Будете молиться за нас, я думаю, будет всё замечательно. Вот, Инат Тихонович. Да, свои господа. Смотрел ваши все ролики, но не успеваю тоже смотреть, потому что слишком их много выходит. Ну, наверное, потом уже будем понемножку помаленьку догонять. Вот, вопросики у меня. Я, кстати, приход, ну, церковь искал здесь, храм какой-нибудь, куда я буду ходить в Новосибирске. И кое-как, кое-как нашёл, то есть везде ходил, мне везде не нравится, потому что батюшки относятся и к службе, и к людям. Я вижу, что они просто, ну, они не радеют ни за одну душу. То есть они там исповедуют, там толпа стоит, очередь, да. Они там быстренько там что-то прочитал, он эту записочку порвал, быстро его накрыл, и всё. И все грехи, типа, ушли, он пошёл дальше. И он ни пяти мини накладывает, а мне вот как раз это и надо было. И я сейчас нашёл один приход, и не буду говорить, где, потому что на батюшку, скорее всего, будут нападки, потом, скорее всего, будет это. Вот, и сейчас я с ним хочу познакомиться. Я у него ходил два месяца к нему, и мы ещё даже не познакомились. Я только сейчас буду с ним знакомиться. И у него проповедь такая в храме идёт, то есть он не говорит монотонно, как-то зачитывая что-то, он говорит всё от души. В нём и видно и строгость, и любовь. То есть в нём я увидел то, что есть в вас, вот что такие черты характера. То есть он не просто так, он смотрит за душами людей. Вот, и я, наверное, уже в это воскресенье к нему подойду, познакомлюсь. Вот, и буду у него тоже прочищаться и исповедоваться. Вот. Что ещё у нас сейчас? Насчёт, кстати, бороды. Вот я сейчас завод, сейчас обслуживаю, системным администратором работаю у них. И то, что борода сама, она является проповедью в нашем мире. То есть если ты её не имеешь, это, я думаю, это большой недостаток. А в нашем мире она даёт очень большие плюсы. То есть люди уже, когда начинают говорить про бороду, ты уже начинаешь им говорить, для чего она нужна, и почему Бог её создал, и как нужно жить по Божьему замыслу. Вот, так что это классно. Вот, что ещё у меня? Как бы я не совсем готов по вопросам, потому что я хотел там в воскресенье, либо в субботу позвонить, но я уже не могу уже, нету терпения, хотел уже вас услышать, поговорить с вами. Так, сейчас скажу. Пока ищу, спрошу про маму, как она? Мама? Ну, знаете, как бы нейтрально. То есть она поначалу вот прямо вот, она прямо говорила, что что-то какие-то изменения у неё есть, она платок одевает, говорит, я не могу его теперь снять, говорит, я даже подстричься не могу, то есть я не хочу ни к парикмахеру ходить, ничего такого. То есть изменения были видны после крещения. А сейчас она как-то так, ну, как-то, ну, немножко приунылая. Ну, посмотрим, как там дальше будет. Так всё нормально, всё хорошо. Посты-то соблюдают все? Посты я соблюдаю все. Да, жена там, ну, она протестант, поэтому там она что-то придерживается, что-то нет, смотрит на меня. Мама, ну, вроде как придерживается. То есть вот так вот. Какие у меня к вам вопросы? То, что сейчас у меня совесть очень сильно, как сказать, обличает, то, что я начал задумываться, каждый день об этом думаю, что я проживаю свою жизнь просто напрасно. Я вот не хочу больше, вот я смотрю на этот город, на всё, и у меня ко всему такое какое-то отвращение. Вот я уже начинаю просто, как сказать, ну, как правильно это выразить, даже не знаю. То есть у меня отвращение к этому миру, ко всему, то, что здесь творится, вся эта суета, то, что мы едим, ну, вот это вот всё уже накопилось во мне. Я так хочу просто уехать отсюда навсегда со своей семьёй. Там, ну, я не знаю, к вам получится, не получится, я бы хотел больше всего в жизни к вам переехать. Это естественно. Вот. Ну, там с женой посмотрим, как будет. Вот. И меня совесть обличает то, что я сейчас не живу для Бога. То есть я очень мало для Него делаю, то есть практически ничего. И это нормально или нет? Абсолютно ненормально. Написано, бегите, и Господь будет судить по нашему отношению к Нему. Вы молод, многое можете сделать, как так. Вы сами смотрите. Вот это даже переехать, это дело, пока жена не будет согласна, строгаться не надо. Потому что ничего не будет. Она сорвёт обратно. Всё разрушит своими руками. Только молиться, больше никак. Придётся претерпеть пока это время. И она не послушается. Она была послушная, как у мусульман. Ну, сказала, всё, куда иголка, туда нитка. А тут нет. Её свои там поддерживают, да что, да как. А живут-то совершенно ненормальной жизнью в городе-то. Ага. Там всё ненормальное. Не считая... Даже машину-то поставить негде. Это точно. Да. Это он самому уже скоро встать негде будет. Потому что машина. Да, я хорошо знаю. Она с Новосибирска, мы приходили, Алёша. Сейчас у него брат ещё с Новосибирска переезжает сюда. Хочет переехать. Ага. Не знаю, переедет нет. Потому что жена говорит, а что я буду делать вроде бы как. Уже она всё делала. А у Алёши она радуется всему. Вот. Я слышал, у неё там козочки сейчас объягнились. И она просила Бога, чтобы козочки родились с серёжками там на ушах. И они такие, так она прям там ликует. Любить это надо, любить. Где Яков был? Где эти дочери Рахиль? Где Лея? Все были с ним. Поехали. Сказал, уходим, уходим. И ушли навсегда. Народ-то был другой. А сейчас она, видишь, кто-то её сказал. Для неё главное твоё слово. Ты сказал, она сразу собрала свою рухлядь, горшки, готово дело, поехали. А сейчас она нет. Потому что рано или поздно это придётся им ощутить, вот эту прорубу. Будут такие испытания Бог посылать, что они не будут знать, куда бежать. Глаза закатят, ещё и по воде пойдут. А уже рядом-рядом, уже совсем. Со всех сторон пожар горит. И тогда они будут искать свободное место, где можно притуриться на ночь. Я даже подумываю так и натикнусь, что если она даже в какой-то момент не согласится, то... Что-то заглохло, тут остановилось. Посмотри, что там у тебя. Просто на просто. Что-то там плоховато тянет. Что-то у нас. Что-то говори. Ну, плохо тебя тянуло. Я вижу, что что-то с интернетом у вас неладно. Ну, сам смотри, Дмитрий. Молись об этом и смотри. Тут никто не поможет. Молись, чтобы Бог укротил её сердце. Что там доказывать-то? Я уже всё рассказал, всё видел. Она возражать-то ничего не может. А просто по привычке стоит на одном месте и всё. О душе-то она не думает. Если бы она думала о душе, она бы минуты не стала рассуживать. Что ж там, не церковь. Не церковь. Всё извращено. Ни поста, ни креста. Да. Говорят, а рода, коры, спасённая. Да какое спасение-то? Никаких. Ни подвига нет, ничего нет. Ни труда для Бога. Всё. Ты не будешь петь. Надо и работать сколько-то. Да, это точно. Ну вот, кстати, она со мной иногда ходит в храм, иногда ходит, но ей очень не нравится. То есть она говорит, а зачем вот так вот делать, зачем эти свечки нужны, а зачем мы должны стоять так долго. Я говорю, да ладно, ты приходишь протестантом, ты там села, перед тобой человек ходит по сцене, он тебя там, ну, заливает там в уши про всё, там, то, что Маня, Вася сказал, какой говорите. Вот, я говорю, конечно, там легко, там не нужно жертву никакую приносить-то Богу, а здесь хоть какая-то жертва идёт. А как же люди ждали, когда Захария выйдет, и при Ниеме дождь был, они стояли все на улице. Никакого подвига-то нету, плоть, одна плоть руководить всем. Ни о каком спасении тут речи нету. Павел говорит, смиряю, порабощаю тело моё, дабы пропадать другим, саму не оказаться недостойным. А тут ничего нету, ни поста, ни креста, живу как хочу. А у нас братья-сёстры, вот я братья-сёстры одного адвентиста, другие, у святей Леговы третий, и вы друг друга не признаёте, ни у кого икон нету. Дело-то не в этом, дело в том, что есть дух лжи, который просил, чтобы сеял, как пшеницу. Вот он и сеет их. К церкви никакого отношения не имеют потомки Дафана, Верона и Корея. Берутся старший присвятер, епископ там. Раньше они не называли епископом, у них не было это, старший присвятер был. Ну, то есть, куролесят как хотят, и с ними разговаривают не о чем. Церковь идёт от апостольских времён, православная. Ну да, ты всё объясняешь, но там мимо ушей, конечно, всё. Там ей нужно подтверждать документальный. Ну, короче, она, можно сказать, что она неверующий человек, можно так сказать. Она как бы верит, что Бог есть, но надо, чтобы Бог делал, как ей удобно. Вот и всё. Золотая рыбка на побегушках. Да, на самом деле, если бы я знал точно, что я могу переехать и там, например, разобрать своего сына, я бы, наверное, давно-давно уже это сделал. Ну, так сейчас этого нельзя сделать, я пока ещё думаю. Нельзя, пока жена не будет полностью согласна, полностью, чтобы она желала, чтобы она это полюбила, тогда вопрос, а так с селом ты ничего не сделаешь. Нет. Когда будет вот это насильно, тогда у неё есть чувства, будут другие. Она поймёт, город Новосибирск приготовлен к сожжению. Она это поймёт. Но только поздно будет. Вот именно, что поздно. Я и говорю, вот, Лен, смотри, представь себе, вот сейчас уже всё началось. Там начали, там, там, сатана пришёл к власти, начали всех ловить, пробки из города, там, что происходит, как Кармагеддон. Вот, что мы будем делать с тобой? Я тебе предлагал, вот, смотри, год назад приехать, там, в деревню, жить, там, своим хозяйством. У нас бы всё это было. А когда всё это произойдёт, уже будет поздно. И ты будешь винить-то меня, что я не смог свою семью отсюда вывезти. Я говорю, на мне же ответственность лежит, и ты мне не даёшь эту ответственность на себя принять. Вот и всё. Да. То есть она не понимает этого. Потому что я, как хозяин, да, как хозяин в доме, как, ну, можно сказать, власть от Бога мне дана, как мужчине, как мужу. Я должен просто вести свою семью ко спасению. А она мне просто этого не даёт. И потом, да, просто шишки-то все на меня талягут, я это всё понимаю. Вот. И, скорее всего, посмотрим, как там дальше будет. Ну, будем молиться. Может быть, всё обойдётся. Вот. Насчёт совести, Игорь Тихонович, всё-таки как совместить вот эту всю суету городскую, вот эту всю жизнь, которая здесь в городе творится, и служение к Богу? Ну, то есть, как служить Ему и в этом во всём вертеться? Я вот не понимаю, не могу найти золотую середину. Как это сделать? Это молитва. Первая часть молитвы. Выбери время для молитвы. Когда ты приходишь, на работе найди уголок. Бог всё меняет, как Ему угодно. Обязательно заведи вот такое оружие. Сто поклонов. После Три Святого сто поклонов. И Богу приноси свои нужды. Молись всем святым, Матери Божией, Ангелу-Хранителю. И ты увидишь, как всё начнёт поворащиваться не так, как нам хочется, а как Богу угодно. Бог так сделает, что никогда не придумаешь. Я вот выйду в другой раз, похожу, что Бог сделал. Как будто это чужая биография. Да Бог так делает. Притом каждый день это ты будешь видеть. А Бог работу тебе даст. Нужда где. В деревне там одна работа на другую наплывает. Она должна полюбить корову. Скотину сразу заводить. Овещек там. Карася-порося. Мы тут пруды делали в прошлом году. Сейчас воды набралось, а тут у нас кое-что меняется. Из деревни дороги-то не было. Фактически дорогу сделали. Страшно дорого всё. Невозможно. Дорого. Речь идёт о миллионах. Мы 250 метров, 260 метров сделали. И где-то по 440 тысяч отдали. И бульдозер всё нанимать. Но сделали, выход есть. Вот сколько времени. Ну ещё 25-летие будет. Я не знаю, 14-й или 20-й. Надо узнать у батюшки. В мае день деревьев 25 лет будет. Приглашаются гости. У меня прям вот, знаете, как душа рвётся на куски. Вот я прям и не могу здесь жить, и хочу переехать. Вот в этом таком пограничном состоянии нахожусь постоянно. Я прям всё хочу изменить. Абсолютно всё. Я понимаю, что мы сейчас живём, и я вот прожил свои 30 лет, и я ничего не сделал. То есть оставшейся жизни, я не знаю, сколько там у меня останется, но я хочу хоть как-то Богу принести какие-то плоды, хоть как-то что-то для него сделать. Но я понимаю, что они всё... Каждый год что-то... Они же пролетают-то года вот так, я их даже не вижу. Вот недели пролетают, я их даже не вижу. Неделя пролетела, всё. Неделя пролетела, хоп, уже месяц. Мы что-то сказали только. Помоги Господи. Вот, и поэтому посмотрим, может быть, что-то изменится. Вот, кстати, вы там, Александр Ветров, да, вот с ним разговариваете. Я там смотрю ролики. Вот, и он иногда такие вещи говорит. Ну, в принципе, вопросы задаёт вам. И у меня тоже вопросы вот по этим же вопросам возникают. Вот смотрите, вот вся власть от Бога, да? Он про это тоже вас спрашивал. Можем ли мы эту власть слушаться? То есть, которая сейчас безбожная власть стоит, да? Ну, там же написано, что вся власть от Бога. Он про это и говорил. Вот мне тоже непонятно. Если вся власть от Бога, то и эта власть тоже от Бога. Он как карающий Бог, и нам такую власть и поставил, то, что мы заслужили её, правильно? Я так понимаю? Правильно. Где она требует против Евангелия, там не подчиняемся. Мы заранее это говорим. Да, 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 да. Ну, вот я, в принципе, так и думаю. Если она не противоречит Божьему Писанию, значит, её слушаться надо. Если противоречит, то уже не надо слушаться. Налоги платить, всё остальное, они заботятся. Без власти это самое последнее. У тебя ещё не так будет, ты пожарную вызовешь. Власть Богом установлена. Без власти ты вышел ехать куда? Автобусы идут, маршруты, поезд идёт. Это означает власть. А власти не будет, это всё, дороги заросли. Одни банды будут гулять, как в 1612 году. А поэтому есть власть, которая прямо Богу даёт её, а другая есть власть, попущена Богом. За беззаконие, за грехи народа Бог даёт таких тиранов, как Гитлер, Сталины. И надо всё пережить, перетерпеть. Ну, да, да, что есть. Ну, понял тогда. Ещё вот у меня вопросик насчёт... Мой друг, православный Артём, который принял недавнее крещение, я вам говорил уже про это, полным погружением кое-как его крестили. Он меня спрашивает. А, ну, у нас был диспут насчёт вопросов, то, что они причащают толпу людей, то, что в очереди стоят, и один за другим подходит к бабюшке и причащает. Я говорю, ну, почему нельзя как-то с человеком поговорить и пить имён наложить, чтобы для спасения его души это очень полезно? Он говорит, ну, как они будут всё это делать, если толпа народу в храме стоит и ждёт своей очереди? Я так подумал, ну, действительно, как они могут это всё сделать? Но потом подумал, так они их сами до этого довели. То есть куча людей пришло к ним, там, безбожники, веруют, не веруют, они всех причащают, всех исповедуют, они даже не знают, кто и что это за человек. Так если бы они просто-напросто не количеством, а качеством были, так там бы 10 человек всего стояло, и они бы их нормально причащали и исповедовали. А потом бы по одному человеку прибавлялось, может, каждую неделю нормальных верующих людей. Вот так я понимаю, правильно? Да, правильно. А почему так делают губители? Губители. Другого слова нет. Аполион. Аполион царствует. И Иоанн Златоус об этом говорит. Он недостойно причащает, гибнет и сам, и того, кого допускает. А как сделать? Я вижу, кардинально это закрыть храмы и начинать в ограде церковной вести занятия, там месяц. И потом пропускать, чтобы у дверей стояли люди, которые покаялись, чтобы община обновилась. А дальше все будут работать с людьми, посторонних не будет, своих будут знать. Оглашенные за дети, высшие люди. Как-то мой брат поехал, я сейчас не знаю, где там монастыри или как там, священник один и говорит, помоги поисповедовать. Там человек 150 стоит. Ну, ну что, надо помогать. Вот он ушел, говорит, так я давно никак. Вот так исповедай, как у вас, говорит. Ну, вам это не касается. Он вышел, увидит народу там много. Он сразу сказал, кто не постился в этом посту, исповедать не буду. Потому что это вопреки. Там процентом 80 сразу ушло. Сразу отошли. Так, стоят там бритые, бритые тоже не буду на исповедь принимать, пока у вас борда не вырастет. А ушли все, там осталось человек 5. Вот и все, с ними занимайся. Ничего не надо больше. Надо сказать, они боятся сказать, люди не придут, свечки покупать не будут. Это крохоборы. Там в священническом ничего нету. Лютые наемники. Но они, наверное, никогда так не сделают. Это очень такой шаг такой. Это можно сделать в один день. Даже вот, давай, мне разрешат, мы пойдем двое, хотя бы двое отсюда. По одному нельзя ездить-то. Ну и там будет полторы тысячи, но только с утра пораньше, чтобы священник стоял рядом. Один раз зашли, им все объяснить и сказать так. Литургия оглашенных, будут выходить, будем заниматься. Это последний раз служба идет. Дальше будем запускать, только те, которые учатся, или что-то посторонне, заходить не будут в храм. Не будут, потому что они только мешаются. Можно все сделать. У нас кто бы ни пришел, они все по форме одеты. Первый раз спрашивают по телефону, а можно прийти, а с кем вы? Ну, наша сестра знакома. Так, вы знаете наш порядок, чтобы без табака были, мужчина под поясок, женщина, длинное платье, да, у нас все это же сделано. Ну, пожалуйста, приходите. Она пришла, увидела, и ой-ой-ой, как хорошо, как хорошо. Это семья, одна семья. Это труд твой перед Богом. А какой у тебя труд-то, когда толпа туда-сюда? А ты вот приготовь двух человек, чтобы они знали Бога. Вот это твой труд. Начинай трудиться, начинай дома образовывать курсы. Третий том в настольной книге священнослужителя, там пособие изучения Евангелия от Марка. У меня открытым оком. Два человека занимайтесь, уже хорошо. Третий, четвертый придет, батюшку пригласите, и будет какой-то костяк. Все будете работать с людьми, узнавать, кто где живет, записывать. Желайте нет, чтобы с вами вели занятия. Если в другом месте где-то, ну, вблизи там, у кого-то начинать вести занятия. Ну, работа сама просится, как в деревне, а одна на другую наплывает. Да и в деревне-то работать удовольствие одно. Ты понимаешь, что это твое, и оно всегда несет плоды. И это тем более Бог создал, а не мы-то здесь вот вертимся, как белки, а ничего не происходит. Мы только общество потребителей, которые просто потребляют там продукты, еще что-то там. Ну, то есть мы просто загрязняем эту планету. Я не вижу ни пользы, ничего. То есть переехать, это, конечно, было бы классно. Ну, понятно. А вот, кстати, насчет бороды он также спрашивает. Вот у него, знаете как, у него борода не то, что не растет, она, знаете, отдельными волосинками. Вот здесь это вылезет, вот здесь это вылезет, вот здесь это вылезет. Он говорит, ну, как я могу ее растить? Он уже пробовал растить, он посмотрел на меня, он пробовал. Он говорит, ну, говорит, ну, как, я как страшилок, говорит, вообще ничего не могу сделать. У меня гормональный, наверное, какой-то сбой, и я ничего не могу сделать. Ну что мне делать? Растить или ими? А вот посмотрите, вот Дмитрий Смирнов. Такой пост большой занял. Какая у него бороденка-то? Там волосинки торчат везде. А Чаплин? У него вообще как козлиная бородка. Торчало. И какой пост занимал? Бог дал. Ты претензий к Богу предъявлять не будешь. Он мог бы сделать, у тебя были родимые пятна огромные. Бородавки вот такие нельзя вырезать. Это лучше было бы. Какая есть, такая есть. Ни одной волосины не трогай. Доверься Богу. Откуда мы узнали, что так лучше и хуже? А дальше видно будет. Господь видит, сделает, ты сам себя не узнаешь. И борода, и все будет. А бороде еще разговора не хватало вести. Так под мир. Подыгрывает миру позорному. Ну да, это точно. И серьезно это все. Что я хотел еще. А, кстати, вот интересно. Недавно в ролике вашем смотрел. Вы сказали, что вас везде как вы сказали, СД везде вас преследуют. Там, говорите, Дмитрий Сорокин вот крестился тоже СД там. Нападают СД. Ну, Игнать Иванович, я пока не планирую вас гнать, так что это, не думайте там на меня что-то плохое. Нет, что вас гонят, я имею ввиду, вас гонят, вас тоже преследуют там свои-то. Ну да. Ну я про это сказал, а ты как понял? Да нет, я пошутил просто, ну что вы. Нет, я наоборот говорю, что в Новосибирске у нас есть человек, его уже тоже начинают со всех сторон там. И там в интернете просчитал. Священник Новосибирский говорит, появился тут Сорокин и вот такое теперь тут смуту наводит. В интернете. Да ладно? Да. Ничего себе, я даже не знал об этом. Но я про это и сказал. Я прочитал в интернете-то, но я знаю, что это о тебе он речь ведет. Ух ты, а где это, в каком... Сейчас я не знаю, даже не стал смотреть это. Я знаю, что их... Они привыкли жить и в конце за смертью обрящут лишь смерть. Там ничего нету. Им только одно. Ну оставьте мертвецов. Господь сказал, мертвецам мертвецов. Они любят мертвецов, ну пусть с ними возятся. А мы будем просить Бога, чтобы мертвое поле ожило. Угу. Ну хорошо, я тут, получается, уже известно становлюсь. Ну ладно. Ну... А, кстати, вот еще ролик с Евгением Потеминым. Меня постоянно удивляет то, что вы постоянно молчите, Игнать Тихонович. Я знаю, что вы что-то задумали, и, может, когда-то вы ему начнете что-то говорить, но... Тогда, когда вы будете ему говорить, он просто скажет, извините, я вас больше слушать не буду. То есть вы его слушали много роликов, он скажет, извините, я, короче, не нужно мне ничего, и уйдет. Я думаю, может быть, все-таки уже пора ему что-то сказать. А я знаю, когда. Знаете, ну вот я тоже так думаю. Знаю. И когда он приходит, и как вот какие-то слова, он кое-кому что-то уже открывает, он начинает работать, он сам того не понимает. Он еще не знает, куда он пришел. И поэтому главное, чтобы была любовь. Я смотрю на него не с ненавистью. Он отошел, никому не принадлежит. Таких людей сегодня много. Они везде разочаровались. У него глубокое-глубокое такое убеждение в своем. Бог сильный. А если нет, я ничего не потерял. Он говорит, а я молюсь в это время. Я не просто сижу. Я молюсь, доверяю Богу, потому что он закрытый полностью. У него нигде волосинка не проходит, броней покрыт неприступностью. И мне ничего не остается. И я отталкиваю, у меня нет основания. А я думаю, что делать? Вот я его слушаю, и так тяжело его слушать, что он как бы тут и занудство, и все в полной мере играет. А тут, оказывается, молиться надо. Вот сейчас. Вот сейчас недавно тоже один был Зорин, фамилия. Посмотрите тоже. Точно так же я молчу. Это последний раз он пришел. Больше он ко мне не зайдет. Я знаю, где поставить преграду. Это опыт. А не то, что миссионер схватил его, да не пойдешь в православие, я тебе морду набью. А вот, которое сегодня миссионерские отделы, это самое зловредное, что есть у нас в стране. Это подделка. Миссионерам нельзя научить, это Дух Божий делает. Господь послал по всему миру, когда исполнитесь силой Духа Святого, вы будете мне свидетелями. А они образовали отдел, получая деньги, это лютый обман. Можно образовать строительную компанию, можно. Можно по сельскому хозяйству, певческий коллектив, миссионеров нельзя научить. Это все должен ты знать. И тебе нужно иметь не один талант, а зато, он говорит, тысячи талантов. В чем нуждается, когда сказать ему, как помочь. А для того, чтобы хрестить, говорит, ни одного таланта не надо. Достаточно быть священникам, чтобы погрузить. Так и это. А они называются миссионерами. Они лютые, они ненавистные такие, мрачные, подыскиваются. И главное, дворкин у них. Он пересорил сотни тысяч людей между собой. Жестокие, беспощадные, хамовитые. То есть самое отрицательное, что только может быть, это миссионерские отделы. А они создают, наверное, чтобы контролировать миссионеров. Их нельзя контролировать. У них контролер один, бог только. А они должны быть, которые там ходят, все эти лавочки закрыть надо, что образовали. Но они знают, везде надо организовывать, система такая, патриархия, это от кого она идет. И они все по-мирскому делают. Что было? Павел пошел. Кому насчет давал? Братья, пришел, рассказал. С кем пошел? С силой. Марк пристал, к ним трое было. Марк дорогой отстал. В следующий раз не взял решительно его. И все на этом. А взял с собой, в следующий раз пошел, уже взял вместо этого, вместо Варнаба, взял силу. И все, два разделились по разным концам. Это тоже польза для церкви. Можно образовать все, только не миссионерские отделы. Это фикция, обман. Притом лютый обман. Люди не понимают, что сатана принимает вид ангела света. Это от лукавого все. Нельзя научить этому. И дело показывает, какие они. Хамье. Они ни дружбы, ни ценят ничего. Это самые-самые лютые волчары туда идут. Ему власть дана. А власти никакой-то и нету. Какая власть-то? Ему надо кого-то обращать, когда сам совершенно невозрожденный, мертвый. Это Бог дает талант. Награждает тебя одним, другим, третьим даром. И ты знаешь, где сказать, где молчать, что сказать, как вести себя, как помочь. Они бесталантные. Миссионеров талантливых я практически ни одного не знаю из них. Вот был-то у нас епископ тогда, Антоний. Он мне жаловал, что у меня нет ни одного миссионера. Он это понимал, Масендич. Меня сильно звал. Три храма тут любой даю тебе только. Я говорю, да мне и так хватает. Как ты, говорит, я тебя, сделаю королем. Он говорит, я и без тебя, король-царь. Это сейчас Августин. Фильм идет, две серии. И он там ему говорит, я без тебя, царь. Что ты мне сделаешь? К Маркелину, когда предлагали отречься-то, он ответил, а я и так, господин, я тебя жрецом, говорит, поставлю главную. Он говорит, а я папа римский. С чем ты мне ссался? Мне ничего этого не надо. Я верю, как Бог делает. И слушаю голос его. Я должен слышать и не голосом, а именно внутренним органом. Надо говорить или не надо? Вот на днях звонит один священник мне и ехать не ехать ему надо. Его тут пригласили и далека. Ты что ты, свалился-то? Ты мог раньше сказать? Я на молитве был. Все, говорю, расстались. Я буду молиться, а ты зайди через три часа. Он заходит, и что я говорю? Ответ есть. Ответ. Какой? Исайя, считай, пророк говорит. Глава такая, стих такой. Это ваша сила сидеть спокойно. Я принимаю это как от Бога. Только как от Бога. Я говорю, ну весь сказ исполняй. Я ничего не слышу, не вижу. Я молюсь, чтобы Господь мне открыл. Какое место ему дать человеку? Я не просто молюсь, а размышляю на молитве. Доверяюсь Богу. Прости меня грешным, Господи. Открой двери благодати. Пусть человек вздохнет. Бог это мой друг лучше. Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос. Ну, Тихон, что-то я еще что-то думал. Вы там все время помирать собираетесь в каждом ролике? Я должен быть готов. Это естественно. Это так. Это все Писание об этом говорит. Ибо не знаешь, в какой день придет. В эту ночь, говорит, душу твою возьмут у тебя. Ну, а лет человеческий 70 лет. А мне уже 77 вот будет в июне. При большей крепости. Я уже свой отжил срок. Я живу на большую крепость. А какая крепость-то во мне? Но я не ощущаю старости. У меня такая же живость, память, работа. Я ревную об каждом деле, о бедах, о больных. У меня как будто ничего не меняется. Я в одной и той же паре стою. И врагов много. Врагов много, это означает, я не иду вместе с ними. Я отделенный от мира. Наличие врагов говорит, что ты не такой. То есть, твой крест на месте. А они-то не понимают. Мои ролики берут, там составляют, накреняют, там лгут, в них что-то вставляют. Значит, у них ничего нет. Они вокруг моей колокольни могут только подвизгивать, бегать, собачонки. А у меня все время новая работа. Вот сейчас я начинаю делать. Одновременно работа, замахиваясь. Будет приготовлено около трех тысяч роликов новых. Роликов. И какие ролики, вопросы, ответы, которые в моих книгах. Мы сегодня уже пробный шар пытаемся пустить. Первый маленький будет поставлен, завтра посмотришь. Давай говори, что у тебя еще есть? Да, ну то, что вы насчет то, что постоянно говорите, что вы собираетесь, так мы-то не готовы. Нам вы нужны в любом случае, потому что впитать вашу мудрость, знание и все остальное это столько лет нужно потратить на это. И как-то потом, когда вы уйдете, кто у нас останется? Я оставляю четыре тысячи триста роликов. Вам поза глаза. Сайт, форум. Я ухожу и не ухожу. А вот умирает священник, он ушел, ничего больше нет. У меня громаднейшие арсеналы остались. Книги. Книги. Я остаюсь с вами. Вот, допустим, на моей лестничной площадке на втором этаже жил Александр Сергеевич Пушкин. Я каждое утро сказал, здорово, Саша, и пошел на работу. Я бы его не знал. Но считая его произведение, я его больше знаю, чем сосед. И так, считая мои книги, вы поймете, что это от Бога. Это от Бога. Те, которые понимают, сколько сейчас пришло новых людей в православие, через наши ресурсы, над чем я тружусь. Это сегодня беседа с Сергеем парализована. Он говорит, ко мне, столько людей приходит, которые говорят, как они пришли к Богу, из разных сект. И при том, я себе ничего не приписываю, я просто, мне это близко все. Я ревную об этом. Кстати, я очень рад, что Сергей сказал, что он перед вами извиняется за то, что раньше он думал, что вы себя так ведете. Что-то застряло опять у тебя, картинка не движется. Ну ладно тогда, давай, заканчиваем. Лучше еще раз придешь. Закончилось у нас все, выключай. Видишь, закончилось. Подожди, как это отойдет. Закончилось. Если слышно, то выключай. Все. Не слышит, значит. А то у него там система такая. Видишь как? Ничего нету. Все. На этом конец. Слава Богу. Давай я у тебя возьму потом.